Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться своей новой работой. Это свитер. Свитер я вяжу из пряжи Nako. Nako Pura Wool. Эту пряжу я купила в Турции в январе месяце этого года, 2018, в городе Аланье. Целая эта пряжа, один моток, 100 грамм, 9 турецких лир. Это даже меньше, чем 150 рублей. Согласитесь, цена очень хорошая. Пряжа великолепна. Она мягкая. Не колется. Эта пряжа прочная. Да, она достаточно прочная. Хорошо скручена. Не расслаивается, не раздваивается, когда я вязала свое изделие. Мне понравилось, что эта пряжа не линяет. Вот деталь своего джемпера я еще вот эту не стирала и не отглаживала. Вот в таком виде она у меня получается. А вот эта деталь отглажена. Водичку теплую использовала, не линяла нисколечко и не растянулась и не посела. То есть просто вот эти петельки, они вот встают на свое место и всего лишь. Конечно, измерять лучше уже вот такую деталь, которая уже была намочена в воде и потом проглажена, когда высохнет. Использовала утюг на температуре для глажения шерстяных изделий. Это пряжа достаточно качественная. Здесь нет какого-то брака. Вот, например, на перед и деталь спинки у меня ушло 3 мотка. На 2 эти детали. Перед и спинка 3 мотка по 100 грамм. То вот посмотрите, пожалуйста, спинка. Вот один узелок. Это был в мотке. И вот второй узелок. Это я уже соединяла, когда у меня закончились ниточки. Закончился один моток. То есть получается в мотке всего лишь один стык. Конечно, нитки качественные. Ровные на всем протяжении своей длины в моточке. Итак, Нако Пурэ Вол. Ниточка. Чисто шерстяная, 100% шерсть. Колор. Ну вот кому нравится такой цвет. Колор 569. Вот режимы по уходу за изделиями из этой пряжи. В 100 граммах 220 метров. Это достаточно толстая нитка. Вот здесь есть номер нити 2,2. И ЮН это пряжа, 100% шерсть. Можно стирать в машине. Ну вот я пока постирала руками, не растянулась и не посела. Теперь рекомендации по вязанию. Я здесь видела, вот они. Значит, крючок рекомендуется тройка. Спицы 4-4,5. И получается 24 ряда. 18 петель. Образец 10 на 10. У меня все по-другому. Я вяжу очень плотно. Я вообще люблю, чтобы была вязка, как будто бы даже машинная. Как будто бы я вязала на каком-то оборудовании специальном. Да, очень плотная вязка. Кстати сказать, пряжа очень мягенькая. После стирки и оглажения получилось очень мягенькая и послушная. Хорошо смотрятся ораны и косы, которыми я вязала. И использовала я спицы номер 2. Кстати, вот уже вяжу рукав. Начала резиночку вязать рукав. Спицы номер 2. И не только резинка. Я все изделие буду вязать спицами номер 2. Как я высчитывала, сколько мне нужно на рукава набрать петель. Я вот приложила вот эту готовую деталь, уже отпаренную. и высушенную после намачивания. Вот так к руке. И потом соединила и посчитала количество необходимых петель. Я думаю, что все так делают. Вяжу я по этим схемам. Это у меня схема арана. Центрального. И схема косы. Коса на самом деле, хоть и смотрится широкой, на самом деле это узенькая коса на 8 петлях. Здесь 2 петли и вторая коса зеркальна. Получается, как будто бы одна широкая коса. В конце этого видео я выложу эти две схемы. Фотографии сделаю и положу в конце. Так что можете остановить видео и посмотреть, кому интересны схемы вязания. К этому джемперу я собираюсь связать также еще и юбку. У меня 11 мотков куплено. И вообще я люблю трансформеры. Например, связать джемпер. Можно сделать вот здесь внизу пуговицы и одеть нижнюю часть. Так что если это будет юбка, но на самом деле в любой момент можно снять верхнюю часть этого как будто бы платья. Можно пристегивающие рукава сделать. Можно связать еще и капюшон. Тогда можно будет выходить на улицу в холодный день. В общем, фантазии много. Можно сделать также и носочки. Можно связать шапочку и шарфик к этому комплекту. Трансформеру. Можно связать какие-то гетры. А также варежки. Ну вот я посмотрю, на что у меня хватит пряжи. Пока пряжи много. Я израсходовала 3 мотка. Вот на 2 детали свитера. Думаю, еще 2 мотка уйдет. На рукава 5 мотков. Но у меня еще 6. Так что на юбку где-то уйдет 3 или 4 мотка. Посмотрим длину юбки. Я собираюсь делать чуть-чуть слегка прикрывающий колено. Длинную юбку я вязать не хочу. Только лишь за колено. Благодарю всех за внимание. За просмотр моих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok